Эта история могла произойти в любом строительном управлении нашей страны. Дмитрий Александрович, что случилось? Что случилось, что случилось? Сверху пришло указание, что нужно устроить на стройке день открытия дверей для молодежи. И доступным молодежным языком рассказать все про стройку. Но не просто рассказать, а наглядно показать. И заинбеговать молодежь, чтобы они были же поступать на строительные специальности. Ну как мы будем это делать? У нас нет такого опыта. Если честно, я даже и не знаю. Тогда давайте я просто расскажу про технику безопасности. И этого будет достаточно. А на бумаге напишут, что проявляет отличнейшее мероприятие. Так не получится. В телевидении снимать все, что будет происходить. Тогда у нас большие проблемы. Но есть и хорошая новость. К нам пришли специалиста по работе с молодежью. Я просто надеюсь, что она нам поможет. Добрый день. Меня зовут Александра Дмитриевна. Меня попросили вам помочь в организации дня открытых дверей. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Александрович. Очень приятно. Очень приятно. Прямо с подвеси. Здравствуйте. Перед вами поставлена непростая задача. Но я уверена, что вместе мы обязательно справимся. Конечно справимся. Сумы к намеряны, да и красота. Мы ведь справимся. Конечно справимся. Тогда предлагаю вычесть знакомства с вашим объектом и людьми, которые на нем работают. Давайте познакомимся с нашей бригадой Гамичко. Они очень инициативные и трудолюбивые, ребята. Пойдемте. Здравствуйте, друженики. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Коллеги, настройки будут перед дверей для молодежи. И наша задача – это все, чтобы им это понравилось. Дмитрий Александрович, при всем уважении, конечно, ну что мы будем делать? Рассказывать им, что такое кирпич? Отличная идея. Кстати, Александра Дмитриевна, а вы знали, что рабочие на кирпичах называются постель? Средняя по площади – кулашок, а наименьшая – тыщок. Дмитрий Александрович, здесь ваша жена звонит. И мне кажется, она все слышала. Про кирпич, это, конечно же, все очень хорошо. Но нам нужно припечь молодежи, а не испугать. Думаю, стоит рассказать о рабочих буднях на современном языке. Может быть, при помощи песни? Мы и петь? Нет, девушка, вы что-то путаете. Никогда такого не будет. Умываю всех! Мы согласны! Но у нас есть одно условие. Дмитрий Александрович, можно вас на минуту? Алло! Александра, у меня есть для вас... Алексей, все хорошо? Все хорошо. Хорошо! Время – это время! Тогда вы попробуйте, а мы посмотрим. Ну что, ребята, давайте возьмем какой-нибудь молодежный трек и наложим на него рассказ про нашу повседневную жизнь. Ну-ка, ну-ка. Зачет пойдет. Все, давайте. Делаем все как обычно, и я уже буду про это рассказывать. Погнали! Эй, пацаны, мы все сюда щас принесут нам измечать. Будем делать стену так из простого кирпича. Кирпича, кирпича, из простого кирпича. Делай клас, делай клас, делай клас. Вот-вот так. Делем простой чертежик, совсем простой чертежик. Масштаб на нем посмотрим и в голове запомним. Берем один кирпич, потом второй кирпич. Пойдем чуть-чуть разговор и в мастерном проводим. Эй, посмотри! Эй, посмотри! Эй, посмотри! Эй, посмотри! Эй, посмотри! Эй, посмотри! Записай! Переход! И продолжим разговор до обеда еще час. Ни к чему нам переборить, пацаны. Все сюда щас принесут нам кирпича. Будем делать стену так из простого кирпича. Кирпича, кирпича, из простого кирпича. Делай клас, делай клас, делай клас. Вот-вот так. Эй, посмотри! Как я целый раз? Кто эту, что стал, по-нузаим, за один раз? Эм, души, речи, др., могут кайти в пиле заз. Друзка, по-нув-майк, мастер-пайка, эм, чёрт, пышка, а-м! Сальто, кисто, наним, а-м, ку-м, кубик, а-м, кубик, а-м, кубик, а-м, ку-кубик. Чего знакомо, ты на своя, позже, от сама, ку-да ку-да, кубик, а-м. Как вы напали на любой мото-кану? Субтитры делал DimaTorzok 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 Как за мной ты скучаешь Продолжай мне писать Ты всё и так понимаешь Как я тебя буду ждать Я в тебе нашёл Абсолютно всё Всё, что надо мне И чуть-чуть ещё Вот моя звена Вот моё плечо Это всё твоё Абсолютно всё Замечательно! Надо как хорошо опрытись на видео На каком видео? Я не снимал Я снимала, даже больше скажу Это было в прямом эфире в Инстаграм Вы звёзды! Вас насмотрело более 500 человек Боже, а что мужики на это скажут? А всё будет хорошо Алексей Александрович Успокойтесь, мы расскажем про премию Пойдём Александра Дмитриевна Наконец-то мы остались наедине И я хочу поделать вам свои планы А какие у вас планы? Я очень сильно люблю петь И сейчас я вас вспомню Свою любимую песню Свою любимую песню Я надеялся в эшел Солнце, я выкарил моих руках Я надеялся в эшелых рост Я надеялся в эшелитин в зону Я надеялся в эшелитинге на твистый босс Веров в бакаллипсе Я надеялся в эшелитинге Субтитры создавал DimaTorzok Димочка, Димочка, Димочка Александра, наконец-то мы остались на етене, и я хочу рассказать вам свое стихотворение. Это небо так прекрасно, звезды будто бы цветы, не могу сказать я страстно, но прекраснее небо ты. Все моря и океаны невозможно описать, твои чувства ураганы, я не в силах их сдержать, не скажу тебе красиво, это просто лишь слова. Я отпущу тебя, Ирина, ты ведь лучшая мечта, будто света позарила, журавлей прощайный крик, и улыбку подарила лучик солнца мне на мир. Алексей, я просто в шоке, вы такой романтик, мне еще никто никогда не читал стихи, у меня внутри неописуемое чувство, и не хочется сделать что-то сумасшедшее и неконтролируемое. Александра, ничего не говори, я сделаю все сама. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что с ним случилось? Он, наверное, гоперемерничал. А как у вас же мы? Все хорошо? Да все в порядке, галечка у меня вспыльчивая, но отборчивая. Ну как, а где такая дистанция стройки? Вы знаете, еще чего-то не хватает. Мне не хватает масштабности. Вам нужна масштабность? Тогда держите. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви, говорит на утро. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви, говорит на утро. Это юность моя, это юность моя. Знаю, мы сегодня точно не узнём. Знаю, будем до утра смотреть на тёпки. Тебя греют мои руки и костёр. Так красиво поднимает их взрывот звук. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, стерни ни шагу на сад. И вот мы стали сильней, мы выкрываем носка. Я заберу все друзей, и тогда звук поставим на всё. Соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви, говорит на утро. Это юность моя, это юность моя. Всем вам интересно, чем же закончилась наша история. Алексей и Александр теперь вместе. У них очень сильные любовные отношения. И они не представляют жизнь друг с другом. Управляющий Дмитрий Александрович пошёл на повышение и теперь занимает важный ход в министерстве. Он подходит к своей работе с большой ответственностью и трудолюбие. А что касается дня открытых дверей, то он имел успех. И все стоящие на сцене ребята, побывав на нём, решили связать свою жизнь со строительством. И поступили на луч в инженерно-строительный факультет, которому в этом году исполнилось 10 лет. А рассказать эту историю позволил самый творческий конкурс среди студентов «Альма Макра», которому в этом году исполняется 25 лет. Звук поставим на все, и соседи есть. Кто под нами внизу, вы простите меня, а потом, а юность, и говори на ухо. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на все, и соседи не скажут. Кто под нами внизу, вы простите меня, а потом, а люди, и говори на ухо. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на все, и соседи не скажут. Кто под нами внизу, вы простите меня, а потом, а потом, а юность моя. Звук поставим на все, и соседи не скажут.